Всем привет, дорогие зрители! Закончился у нас групповой этап Е-лиги. Надеюсь, контент вам понравился. Результаты вроде как хорошие. Нави сумели справиться со всеми своими оппонентами. Ну, поначалу были, конечно же, трудности. Вы все прекрасно видели и вместе, скажем так, с нами все это переживали. Было у нас интервью с Женей и Эдвардом, где они рассказывали о тех провалах, которые мы наблюдали против Экофокс, против команды Маус Спортс. Но по ходу дела ребята все-таки сумели в который раз раскрыться и показать, что они все-таки могут выигрывать финалы. Ну и, кстати, почему я говорю финал? Потому что в каждой группе у нас игрался так называемый малый финал. Да, достижения, конечно же, не очень сильные. Это Na'Vi. Na'Vi вроде как должны бороться за мировые кубки. Но, опять же, все мы должны понимать, что в любом случае они молодцы. Потому что если не хвалить, скажем так, команду даже в групповом этапе или где-то в начале турнира, то, соответственно, она все это чувствует, она все это читает, она следит за комментариями, естественно, и пропускает через свою голову. И, соответственно, все эти комментарии могут пагубно повлиять. Поэтому, если вы искренне болеете за ребят, старайтесь поддерживать, неважно в какой ситуации, будь то ничья, будь то допы, будь то провал. Потому что в любом случае команда уже не раз показывала, на что она готова, что она может. Вы сами знаете, кто играет в этой команде. И, в принципе, эти мужики, они могут обыграть абсолютно любую команду. Я в который раз в этом убеждаюсь сам. Провел с парнями практически неделю. Наблюдал все их тренинги, все разговоры. Очень, скажем так, напомнил этот коллектив наш старый добрый состав. И я, в принципе, не сомневаюсь, что благодаря общей работе от Жени, менеджера, Старикса и всех пацанов, которые играют, ребята, конечно же, добьются успеха. Возможно, опять же, этот успех не придет на следующем мейджоре, да, или там на Е-лиге. Но он в любом случае придет, потому что они все работают над собой. И они, скажем так, находятся на более высоком уровне, нежели вот те СНГ-шные команды, которые присутствуют на турнире. Ну, я это вижу. То есть это огромная работа над нюансами, как игровыми, так и околоигровыми. Работа над мелочами. Это очень важно. И нами как раз-таки над этими мелочами работают. А из мелочей, насколько вы все знаете, хотя, наверное, не все знают, состоит вот общая картина. И, скажем так, если кто-то думает, что Counter-Strike это просто, да, стрелять, бегать, убивать, то это совсем не так. Это огромная работа, психологическая, моральная, внутриигровая, тактическая. В общем, коммуникационная. Там огромное количество нюансов. И Na'Vi над этим работает. Это, конечно же, плюс. Поэтому сейчас, насколько я знаю, ребята готовятся к мейджорам. Буквально там два дня отдыхают или три. Boot Camp они будут в Киеве. Позже летят на мейджор, отыгрывают. Там, понятное дело, была не была. Ну и потом снова через 2-3 недели приезжают сюда на Елигу. Может быть, я поеду с парнями, может быть, я не поеду с парнями. Если вы хотите меня отправить в Америку, то пишите ваши комментарии. Да и вообще пишите комментарии, потому что все их читают на самые, скажем так, конструктивные. Пытаются отвечать. Если не отвечают там я, да, под логином Na'Vi, не отвечаю на YouTube, то все равно где-то у себя, возможно, проговариваю, где-то это откладывается. Поэтому так же и у ребят, если нет времени ответить, они все равно читают и где-то, скажем так, про себя отвечают на эти комментарии. Поэтому не скучайте. Мы уезжаем домой на родину и надеемся, что вам все понравилось. Я старался дать самый глубокий контент, такой контент, который отчасти многим может не понравиться. Где-то он даже запрещен. Ребята, я знаю, они всегда одобряли, да, то, что я снимаю. Но я пытался показать зрителям, как всегда, что происходит на самом деле. То есть, как вот весь этот процесс игровой, да, киберспортивный строится. И, то есть, не просто красивую, да, какую-то картинку там, мол, все, зашибись, мы в США, телочки, девочки и так далее. Нет, как раз-таки этого не было. Я пытался показать киберспорт и команду Na'Vi такой, какая она есть. Пальчики вверх. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok